Я проживаю в районе Силикатного на даче, но мы тоже на грани, у нас тоже идут сносы, и мы многодетные семьи остаемся на улице. Мы на грани, как сандуваж, как многие здесь присутствующие. Я хочу сказать гражданам, не бойтесь, надо бороться до самого конца, до победного конца. У нас измают земли под госнужду, а строят в наших землях многоэтажные жилые комплексы. И в этом многоэтажном жилом комплексе для нас почему-то не найдется какого-то квадратного места, чтобы нам выделить какую-то квартиру. Я не хочу остаться, я хочу жить ради моих детей. И мы сами поднимали этот дом своими руками, своими руками мы поднимали, по кирпичику таскали. Я сама строила этот дом, почему я должна теперь остаться без него. У меня трое детей на руках, у меня нет такой возможности, чтобы взять ипотеку. Понимаете, государство, прошу вас, услышьте меня, Назарбаев, вы выселяете нас за 5 миллионов. Я ничего не могу на эти 5 миллионов взять, ничего. Я ради своих детей борюсь, ради своих детей. Если бы я одна была, я бы еще как-то прожила. А куда я троих детей дену? Я на 5 миллионов даже не смогу комнату какую-то купить. Где справедливость? Где справедливость? Я буду идти до самого конца. Пока не добьюсь своего, не добьюсь закона. У нас незаконно изымают землю под несуществующую государственную нужду. На нашей земле будет строиться многоквартирный жилой комплекс с паркингом. Как нам говорят, программа 2020 Назарбаева. Но это все жилье продается по коммерческим ценам. И никакой программы 2020 не существует на наших землях. Мы также с мужем поженились в свое время, своими руками построили дом. У меня двое маленьких деток. Это мое единственное жилье, которое у меня есть. Суды нас не слышат, никто, никто не слышит вообще. Мы обращаемся, пишем, ходим. Просто принимаются непонятные решения. Принимают производство непонятные документы. Все меняется. Мы находились на приеме в прокуратуре генеральной. Вот, допустим, по нашей заруленном делу. Сначала одно приносят документы, потом другие документы. Это просто кошмар. Я не знаю. Я просто буду бороться до конца. И не уйду с этого пути, раз я на него уже встала. Наши дела рассматриваются в генеральной прокуратуре. Но на все это генеральная прокуратура закрывает глаза. Хотя в данном случае был отчет проведен, выступление Долуаева, по которым они прекрасно знают об этой схеме изъятия наших земель. Прекрасно знают все чиновники и наживаются на этом. Мы пришли с акцией протеста. И мы будем протестовать и бороться за свои права. Я призываю всех, всех казахстанцев, всех, у которых ущемляется права человека, идти вместе и бороться за свои права. Давать отпор тем, которые хотят нас унизить и оставить без ничего на улице. Я пришла сюда бороться за светлое будущее, за наших детей, за граждан Казахстана. И мы будем бороться до конца. За свою жизнь будем отдавать, но будем настаивать свои имущества, свои права. Мы не задеемся, мы будем до конца идти. Акимы, которые выбраны нашим народом, они должны подотчетным быть, подответственным. Они должны соблюдать. Они должны вообще к подконтрольному самому народу они должны быть. Они не выходят, они не соблюдают. Они не хотят принимать народ на прием. Даже Акимы, даже парламент, мажелец, депутаты. Почему они не хотят принимать простой народ на прием? Мы писали, мы везде будем писать. Если это не будет рассматриваться в Казахстане, мы пойдем дальше. Уважаемые собравшие на митинг, мы хотим сказать, что у нас изымается земля незаконно. Нету никакой государственной нужды. Хоть даже, если бы и была государственная нужда, должны учитывать нужды человеческие. Потому что Конституция, наша республика провозгласила себя демократическим, светским, правовым, социальным государством. Высшими ценностями, которые являются человек, его жизнь, права и свободы. И у нашего государства нету больше задачи, чем забота о человеке, его благополучии. Но почему-то Акимат пополняет список бездомных. И Акимат присвоил себе полномочия. Чтобы построить объект государственной значимости, должно быть постановление с правительства. Это должно все решать правительство, а не Акимат. Одним постановлением Акимата изымается земля для государственных нужд, которых даже не существует. По схемам Акимата мы попадаем, а по схемам, которые уже строятся эти объекты, мы не попадаем. Но почему-то это не видят ни прокуратура, ни суды. Мы обращаемся, пользуясь этим случаем, к президенту. Хотя мы обращались к нему письменно, но наши письма до него не доходят. Мы хотим сказать, что вы сами создаете такую социальную напряженность. Люди остаются на улице, на улице остаются дети, многодетные семьи, матери-старушки, куда вы смотрите. И хотим еще сказать, что призвать всех, чтобы все защищали свое единственное жилье. Ведь государство когда-то признало это жилье жилым, и домовая книга никогда не выдается, если нету наличия в жилых помещениях. В судах нам приводят доводы, якобы, что домовая книжка выдавалась нам из жалости, чтобы мы могли устроиться на работу, чтобы наши дети учились и ходили в больницу, бесплатно лечились. Но по закону нету, чтобы домовая книга выдавалась, пожалуйста, домовая книга выдается только при наличии жилых помещений. И есть закон, где указано, что дачные участки, если входят в границу населенных пунктов, то это жилые зоны. И я призываю всех отстаивать свои дома. Мы обращаемся и проводим митинг в третий раз, но на наши меморандумы не обращают внимания Аким. Он их просто игнорирует. Ни на один наш меморандум он не ответил. А мы требуем, чтобы Аким Тасмагамбетов прекратил незаконное изъятие наших земель, устранил посредников от Акимата, потому что по закону только застройщики имеют право заключать договора с владельцами частной собственности. И даже Акиму, это не подвластно, Аким Тасмагамбетов превышает свои должностные полномочия. Вот своими вот этими подзаконными актами локальными и постановлениями противоречащей Конституции он нарушает. Он подрывает веру людей в справедливое гражданское общество. Он подрывает программу президента Назарбаева. Он своими действиями, не соблюдая Конституцию, подрывает веру в президента. И он не уважает нашего президента, как гаранта наших прав и свобод, иначе бы он соблюдал Конституцию. Поэтому мы сегодня здесь и выражаем свой протест. Мы сегодня должны были совершать мирное шествие в знак протеста. Но Тасмагамбетов нам запретил это делать в нарушении Конституции. И предложил сегодня провести митинг. Мы согласны провести митинг, но мы требуем соблюдения наших конституционных прав и возможности нам выходить на пикеты, согласно Конституции, и совершать мирное шествие. Если даже нас меньшинство, как говорит Аким, меньшинство недовольных, мы по Конституции имеем право голоса и выразить свое недовольство меньшинства, именно в этом заключается демократический трой республики Казахстан. Поэтому мы будем подавать на Акима Тасмагамбетова в суд за нарушение наших прав и не позволение нам выходить на мирное шествие и на пикеты. Продолжение следует... Вы гражданин Казахстана сегодня. Каждый из вас патриот своей родины. Соответственно, каждый патриот должен бороться за свои права. Он должен уметь это делать. Стоять и побеждать. Значит, в каждой борьбе за свои права. Вот этого хотелось бы вам пожелать. И не унывайте. И не плачьте. И не ходите по инстанциям. Лучше собирайтесь в большую группу и занимайтесь вот этими митингами, хождениями в кабинеты, добивайтесь встречи вплоть до президента Казахстана. Вы на это имеете право, потому что вы граждане Казахстана. И вот эта уверенность должна быть у каждого из вас. Вы должны в этой борьбе победить. Имель по незаконным постановлениям Акима. Казахстана.